Продолжение следует... Мы начинаем нашу новую неделю вебинаров. И начинает эту неделю Татьяна Телегина с вебинара «Стандарты научной публикации в монографическом издании». И, как всегда, я несколько слов скажу до вебинара. Прошу простить тех, кто постоянно ходит на наши вебинары. Эти слова в основном для участников, для тех наших участников, кто пришел первый раз или в один из своих первых разов. Итак, в самом начале нашего чата, если вы перемотаете наверх, вы увидите две полезные ссылки. Это ссылка на расписание наших вебинаров долговременное на первое полугодие 2017 года. И в нем можно записаться на все вебинары, включая конец июня 2017 года. И вторая ссылка – это ссылка на наш учебный видеопортал на YouTube, на который можно подписаться. И в котором будет располагаться запись этого вебинара. Плюс записи всех вебинаров, которые у нас проводятся. У нас все вебинары по возможности записываются. Ну, собственно, вообще все. Редко возникает какая-то техническая неисправность, которая не позволяет записать вебинар. А так вообще все вебинары записываются. И, соответственно, все их можно найти в YouTube. И использовать потом по мере необходимости для ваших целей. Давайте я проанонсирую еще один вебинар, который будет в ближайшее время. Этот вебинар состоится 12 апреля. То есть послезавтра. Вебинар очень интересный. Называется он вот так. И вот на него ссылка. Приходите на этот наш вебинар. Будет интересно. Будет его ввести наш приглашенный эксперт Александр Племник и Константин Николаевич Костюк вдвоем. Говорят, они позовут еще каких-то экспертов. Ну, посмотрим. Будет интересный вебинар. Сегодняшнюю презентацию, как и обычно, можно скачать в окошке «Общедоступные ресурсы». Напоминаю, что кнопочка для включения окна «Общедоступные ресурсы» находится вот примерно в этом направлении. Здесь находится ряд кнопок управления вебинарной комнатой, поднятая рука, смайлик. И третья в ряду слева, вот кнопка открывающейся папки, которая позволяет открывать и закрывать окошко ресурсы. И в этом окошке вы увидите строчку, которая начинается с изображения дискетки. Вот, когда вы нажимаете на это изображение дискетки, вы можете скачать файл себе на компьютер. Вот, обращая ваше внимание, надо нажимать именно на дискетку, а не на название файла, потому что иначе у вас ничего не скачается. Сейчас я сотру это безобразие. И последнее, что я хотел бы сказать, это то, что все участники вебинара получают у нас бесплатные электронные сертификаты, фоксимильные с подписью и печатью руководителя компании, именные. Именные, да. Вот именно в связи с тем, что они именные, обратите ваше внимание. Если вам важны эти сертификаты, то обратите внимание, чтобы вы были зарегистрированы в вебинаре под полным своим именем, фамилией, именем и отчество. Потому что именно под этими, именно эта информация пойдет в ваш именной сертификат. Если вы как-то не так зарегистрировались, то, соответственно, и сертификат будет не таким. Ну, а сейчас я свое вступительное слово завершаю, приглашаю Татьяну в эфир. Хочу только сказать, что вот в течение вебинара, я не буду уже занимать внимание, я вам проанонсирую еще один свой вебинар, который состоится 12 числа. Уже в 15 часов этот вебинар пройдет не под эгидой Директ Медиа, а от компании Ракурс. И я буду на нем представлять свой новый курс. Может быть, кому-то этот вебинар тоже покажется интересным. А сейчас я передаю слово Татьяне. Татьяна, жду вас в эфире. В эфир вышло. Спасибо, Павел Юрьевич. Спасибо, Павел Юрьевич. Итак, уважаемые коллеги, приветствую всех. И тех, с кем мы встречались уже неоднократно на наших вебинарах. И тех, кого, может быть, вижу в чате, хотел сказать, вижу лица, вижу в чате впервые. Давайте сначала не будем отступать от регламента. И первый вопрос традиционный. Хорошо ли меня видно, хорошо ли слышно, хорошо ли видно и видно ли рабочий стол? Поставьте, пожалуйста, один, два, три плюсика в чат. Ага, спасибо, спасибо. Если будут какие-то возникать сложности со звуком, пожалуйста, пишите сразу. А, хотелось бы лучше слышать, но чуть-чуть. Попробую увеличить громкость. Правда, она добавляет нам фона. Так, а так? Так, надеюсь, нормально. Если что-то будет со звуком или технические какие-то вопросы, пожалуйста, сразу пишите в чат. Мы постараемся с ними сразу разбираться. Ну что ж, продолжаем нашу серию, уже такой цикл встреч по... Ой, Светлана Борисовна, аж пять плюсиков. Спасибо. Продолжаем нашу серию встреч по вопросам оформления, подготовки наших текстов для публикаций. И если мы до этого говорили в основном о публикациях в периодических изданиях, о подготовке статей для журнала, рассматривали различные стили, обращались к тем стилям, которые приняты в рубежных изданиях, говорили о скопусах и оффсаймсах, Ну вот, пришла, наверное, пора поговорить о более такой фундаментальной, наверное, работе. Это подготовка текстов и стандарты научной публикации в монографическом издании. Ну, начнем с определения понятия. Что такое монография? О ней мы сегодня и поговорим. Ну, как всегда, в разрезе вопросов оформления, вопросов такой технической подготовки текстов, вопросы содержательные. Сразу говорю, мы затрагивать не будем. Какие-то аспекты, возможно, да, но углубляться в это не будем. Что такое монография? О чем сегодня пойдет речь? И что мы будем готовить? Ну, можно... Вообще слово, производное от двух греческих, монос, один, да, и графа пишу. Ну, и дословный перевод был бы написан одним лицом. Индивидуально созданный труд. И иногда в различных источниках, в том числе и источниках, как ни странно, по библиотечным наукам, по библиографии, вот такая трактовка терминов встречается. Да, иногда... Здесь нужно просто понимать, что иногда термин монография используется для обозначения любой несерийной публикации, которая состоит из одного или нескольких, ну, в ограниченном количестве томов. Мы будем говорить немножечко о другом понятии монография. Есть разные понятия. Ну, вот самая короткая, мне встретилось в малом энциклопедическом словаре Брагауца-Нефрона. Монография – это сочинение по одному вопросу или отделу науки. Все. Коротко и ясно. Большая советская энциклопедия дает более расширенное понятие. Это научный труд, уже появляется слово «научный», в котором с наибольшей полнотой исследуется определенная тема. И в монографии есть обобщение, анализ и обобщение литературы по данному вопросу, новые гипотезы решения, способствующие развитию науки. И как такой отличительный признак монографии приводится содержание обширного библиографического аппарата, библиографические списки, примечания, указатели и так далее. Мы будем пользоваться определением данных в ГОСТе 7.62003. Это ГОСТ СИБИТ, издание «Основные виды, термины и определения». Вот там в разделе «Виды изданий по характеру информации» подраздели «Научно-популярные издания» приводится следующее определение понятия «монография». Что под ним подразумевается? Обратите внимание, это научное или научно-популярное издание. В зависимости от того, каким оно у вас будет, научным или научно-популярным, будет зависеть тот стиль изложения материала, который вы будете использовать при написании текстов. и, соответственно, оформление и какие-то некоторые детали. Научно-популярное издание, содержащее полное всестороннее исследование проблемной темы и принадлежащее, вот это тоже очень важно, при подготовке текстов, при понимании, какие правила будут действовать, принадлежащее одному или нескольким авторам. То есть «монография» может быть как индивидуальной, так и коллективной. А это, в свою очередь, может сильно повлиять на технические характеристики и на требования различных издательств к оформлению, к подаче материала. И мы посмотрим, как это в дальнейшем может сказаться. Если говорить о научной «монографии», то в том же ГОСТ дано и определение научного издания. Это раздел «Виды непериодических изданий», «Виды по целевому назначению» и подпункт «Научное издание». Это издание, которое содержит результаты теоретических и или экспериментальных исследований, научно подготовленные к публикации памятники культуры и исторические документы. Монография относится к жанру научной прозы и в ней обязательно должны содержаться глубокий научный анализ, оценка об общении всех предшествующих научных достижений по предмету. Ага, Галина Агаповна, вижу ваш вопрос. Когда мы дойдем до коллективной монографии, мы об этом поговорим. Посмотрим, какое количество. Там есть нюанс, от которого может зависеть количество авторов, их целесообразность. Обобщение предшествующих научных достижений, новейшие научные данные, способы исследований, основные научные результаты именно авторского исследования. И в монографии всегда отображается позиция автора на освещаемую проблему. Собственно, мнение автора является его научным достижением. И есть еще один момент, который следует учитывать. Проблема, выбранная автором, должна быть признана профессиональным сообществом. Научным сообществом. Какие требования предъявляются обычно к материалам, претендующим на публикацию в монографическом издании? Во-первых, исходя из определения понятия, монотематичность. То есть полное системное изложение одной темы или может быть, если таков характер исследований, нескольких тесно взаимосвязанных между собой тем. Подтвержденная компетентность автора или автора. «Результаты исследований должны быть опубликованы ранее в других научных изданиях». Вот это очень сильно приветствуется. И это является одним из требований к материалам, претендующим на звание монографии. Вот эта вот подтвержденная компетентность, она может как раз за счет публикации в научных периодических изданиях подтверждаться компетентность. Либо в основу монографии, и чаще всего ложатся кандидатские, либо докторские диссертации, материалы диссертации, защищенных лучше всего. Это тоже является подтверждением компетентности. Ну и, конечно, завершенность исследований. Корректность изложения. Использование понятийного аппарата современного, принятого научным сообществом, терминологии, классификации, номенклатуры и прочее. Пункт новизны. Обязательно должны быть представлены новые научные концепции, гипотезы, лучше всего оригинальные, которые сформулированы автором на основе анализа уже известных, опубликованных, опробированных научных фактов, в том числе и своих собственных исследований. Актуальность. Это методический аппарат, результаты, анализ, интерпретация должны соответствовать современному уровню развития науки. Вот почему мы с вами один из вебинаров посвятили вопросам работы с базами скопуса и вебов-сайенс, как искать там, где рубежные журналы, как смотреть и находить нужную актуальную информацию по своей тематике. Это важно не только при написании и подготовке кандидатских и докторских диссертаций, но и при подготовке монографий. Как правило, самая свежая, актуальная информация, претендующая на приоритетность, она публикуется именно в этих изданиях. Ну, как российских, так и рубежных. И, конечно, лучше, если все это найдет отражение в нашей монографии. Новизна и актуальность. Помимо обобщения всех существующих знаний по изучаемому вопросу, проблеме, в монографии обязательно присутствует описание новых опытов и исследований, каких-то лабораторных испытаний, впервые введенные в научный оборот источники, новые гипотезы и оригинальные выводы. Чаще всего в монографиях в этом плане очень хорошо класть кандидатскую или докторскую диссертацию. Достоверность. Собственный фактографический материал, который мы представляем, должен базироваться на общепризнанных и воспроизводимых исследовательских технологиях. Если вспомните, на прошлом вебинаре по подготовке первой статьи, о подготовке первой статьи мы как раз про этот пункт говорили, что в части раздела статьи методика все исследовательские технологии, результаты, опыты, эксперименты должны быть воспроизводимы и нежелательно скрывать какую-то ключевую информацию, которая позволяет независимым исследователям воспроизвести ваш эксперимент. Требования присутствуют и монография. Преемственность. Анализ и обязательное цитирование основных публикаций других исследований исследователей в данной теме предшествующих публикаций автора. Важно помнить, что монография – это не компиляция чужих трудов, поэтому сведения о своей работе должны быть. По поводу языка, мы говорили о том, что это научное или научно-популярное издание, поэтому с одной стороны стиль изложения, академический стиль изложения научный должен быть, но при этом простой и понятный, не состоящий только из одних научных терминов, которые даже в научной среде прочитать можно только со словарем или энциклопедией. Но здесь будет степень простоты, изящества и научности будет зависеть от того, на какую целевую аудиторию рассчитана ваша монография. Она может быть рекомендована к изучению студентами, магистрантами. Понятно, что здесь мы будем писать несколько иначе, чем для специалистов, работающих по вашей сфере деятельности, по которой написана монография, и язык будет немножко проще. На это тоже нужно обращать внимание, для каких целей издается монография и кто ваша читательская аудитория. Есть такое понятие изучения целевой аудитории, прежде чем что-то делать, в маркетинге часто используется. То же самое для монографии желательно провести перед тем, как вы начнете писать, кто ваша основная читательская аудитория. В зависимости от этого вы уже будете работать со стилем изложения. по способам публикации. Ну, казалось бы, чего тут говорить, только один способ есть. Это печатная публикация. Издали, и вот нам будет счастье. Но есть еще один способ публикации, который также засчитывается. Монографии могут быть депонированы. Депонирование предусматривает прием, учет, регистрацию и хранение научных работ. Это означает, что рукопись... Ну, с депонированием мы часто сталкиваемся. Кто пишет или писал кандидатские докторские диссертации, тот знает. Рукопись работы передается на хранение в специальные заведения. Ну, например, это Винити, Всероссийский институт научно-технической информации. И по гуманитарным наукам услуги по депонированию монографии оказывает научно-информационный центр по культуре и искусству информ-культура Российской государственной библиотеки. РГБ Список тем сфер сферы культуры и искусства. Если кому-то это интересно и необходимо, ссылочку я сейчас вам на всякую стручу сюда скину. Это ссылочка сайта РГБ, где расположена информация о деятельности информ-культуры и список тем по которым проводится депонирование научных работ. Процесс депонирования с одной стороны простой, с другой стороны не слишком быстрый. Во-первых, депонирование проводится только при наличии решения ученого или редакционно-издательского совета той организации, на базе которой вы пишете монографию. То есть это может быть НИИ, это может быть ВУЗ, может быть и редакционный издательские советы, издательств, редколлегии, научных журналов и сборников. Но обязательно это решение должно быть утверждено руководителем этой организации. Работа считается депонированной не тогда, когда мы ее отдали и получили ответ, что принято, а после ее опубликования, опубликования ее библиографического описания и реферата в соответствующем библиографическом указателе, реферативно-библиографическом указателе в разных организациях, по-разному. В информакультуре это реферативно-библиографический указатель. И, например, в РГБ в информакультуре средний срок такой публикации это 4-5 месяцев. Где-то полгода может пройти, прежде чем будет считаться, что вы опубликовали и подтверждаться, что вы опубликовали монографию. Вот этот способ часто используют аспиранты, преподаватели, иногда студенты. И депонирование научной работы приравнивается к публикации. При защите докторских и кандидатских она учитывается так же, как и опубликованная в издательстве «Вышедший свет». Общие с опубликованной печатной публикации авторы депонированных научных работ также сохраняют все свои права, вытекающие из законодательства об авторском праве. Отличие в том, что не могут претендовать на выплату какого-либо авторского вознаграждения. То есть ни руэлти, ни гонорара вы за эту работу не получите. Издав свою книгу, есть возможность. Депонированию подлежат не все работы как правило рекомендуется те, которые нецелесообразны издавать большими тиражами. Они могут быть, они могут представлять интерес только для определенных специалистов очень низких сфер деятельности и у вас при подготовке вот такого издания там ваша монография может быть содержательно иметь практическую научную новизну все замечательно и прекрасно но издательство может ее не принять только по одной простой причине что издательство это все-таки бизнес их интересует продаж если они понимают что вряд ли то лучше тогда ее депонировать это только узкие какие-то вопросы очень специфические и узкие сферы деятельности вот это имейте ввиду если у вас монография именно такого рода то можно параллельно с поиском издательства еще заняться рассмотрением вопроса по поиску организации которые займется депонированием вашей рубрике так тут у нас поступил вопрос сделаем небольшой перерывчик и отвечу на вопросы про количество авторов Галина Агаповна мы сейчас подойдем к индивидуальной коллективной монографии там посмотрим в принципе такого стандарта что в монографии должно быть только два автора или только 10 авторов или 25 авторов мне пока не встречалось если где-то найдете пожалуйста скиньте мне ссылочку мне интересно посмотреть на этот документ информацию в некоторых издательствах могут быть ограничения по авторам но как правило это такой вопрос саморегулирующийся и связан с объемом монографии вот по объему монографии издательство предъявляет в зависимости требования в зависимости от количества авторов поэтому регулироваться вопросом объема особенно если монография будет издаваться на условиях рульти или гонорара то этот вопрос будет регулироваться в среднем где-то 5-6 до 10 авторов это нормально Анна Анатольевна спрашивает приравнивается ли депонированный рукописи к публикациям при присвоении научных званий на этот вопрос я уже только что ответила да приравниваются но опять же тщательно выбирайте организацию которая будет заниматься депонированием вашей научной работы две наиболее известные и принимающие работы на депонирование уж если точно хотите чтобы засчиталось это Винити Всероссийский институт научно-технической информации и РГБ был еще ВНТИЦ Всероссийский научно-технический информационный центр федерального агентства по науке инноваций министерства образования и науки вот он занимается формированием занимался формированием национального фонда неопубликуемых источников научно-технической информации и потом сейчас по адресу этого сайта и по юридическому адресу находится центр информационных технологий систем органов исполнительной власти старый сайт уже Винити на который дают ссылки в интернете он не актуален он не активно действует является ли это преемником возможно да но информация о том что они занимаются депонированием монографии особенно монографии к защите кандидатских докторской диссертации я на этом сайте не нашла такое ощущение что они уже больше этим не занимаются но если вдруг этот вопрос вас заинтересует будете рассматривать различные варианты поподробнее свяжитесь с ними и узнаете занимались фондом непубликуемых источников может быть да еще пока ничего точно конкретно на этот счет к сожалению сказать не могу а вот в нити информкультура это да публикации вбс алексей алексеевич спрашивает если вы публикуетесь вбс то книги смотря в какой эбс если вы публикуетесь в издательстве директ медиа те издательства которые занимаются электроникой все равно же выходит печатное издание и вашему вашей книге будет присвоен номер изб это подтверждение печатной публикации но это будет не депонирование это будет скорее уже как печатная публикация вашей работы даже если она будет выложена в электронной библиотечной системе в университетской библиотеке например там очень много монографий кстати вот некоторые из примеров которые сегодня посмотрим и рекомендуемый объем тиража при печатном способе публикации разные цифры указываются начиная от 100 экземпляров и выше но вот наиболее часто встречаемые это 500 экземпляров почему именно так после присвоения ББК УДК регистрации в РКП Российской книжной палате в Российскую книжную палату мы обязательно должны сдавать обязательно печатный экземпляр и отправляются туда 16 образцов 16 образцов монографии сразу у вас уходит в РКП для последующего распространения в крупной библиотеке страны кроме того имейте ввиду что ваша монография должна быть презентована в вашей библиотеке например вуза ведущим вузам страны которые занимаются вашей тематикой обязательно научному руководителю диссертации докторской коллегам рецензентов не забудьте коллегам конкурентам друзьям врагам ну и для себя какую-то часть тоже нужно оставить поэтому 100 экземпляров у вас просто разлетится в момент есть при публикации печатной публикации издательства обычно несколько экземпляров есть так называемые авторские экземпляры где-то 5-7 но чаще всего 5 экземпляров которые выдаются авторам на этапе еще сигнального экземпляра то есть никого еще нет а вот 5 книг у автора уже обязательно есть но это их количество оговаривается заранее в договоре прописывается и вы получаете эти 5 экземпляров ну вот смотрите по объему тиража можно конечно издать за свой счет 100 экземпляров но на количество тиража при оценке авторитетности вашей книги при оценке солидности монографии на это тоже будет обращаться внимание сколько стоит экземпляров полторы тысячи две тысячи или сто тоже может вызвать вопросы у научного сообщества почему именно так кто не пользовался спросом и просто формальная публикация к защите ну смотрите удовольствие если печатать в частных изданиях удовольствие не дешевое что должно быть обязательно на что обращать внимание что должно быть обязательно монографии так называемый издательский пакет он состоит из элементов индексации размещается информация наоборот с титульного листа индексация по ДК или БВК иногда и то и другое обязательно в монографии должен быть индекс ББК библиотечный библиографическая классификация кстати коллеги поставьте пожалуйста в чат минусы те кто никогда не работал с ББК или ДК не знают что это такое или слышал краем уха но плотно с этим мы никогда не работали остальные почти 79 человек я просто пытаюсь определить поподробнее про это рассказывать или быстренько пробежать пошли минусы спасибо тогда немножко остановимся коллеги те кто хорошо знает не обижайтесь пожалуйста мы немножко остановимся для тех кто не в курсе индекс ББК ББК это библиотечная библиографическая классификация вот этот индекс который печатается давайте я прям сразу пример открою вот они наверху вы можете увидеть на обороте титульного листа сразу идет индексация по УДК по УББК и авторский знак вот и СБН это вот то что должно быть обязательно в монографии поэтому на этапе верстки на этапе корректуры когда вы находитесь в тесном взаимодействии с редакцией пожалуйста не поленитесь проверьте чтобы у вас правильно были расставлены ваши индексы от этого будет зависеть будет ли ваша целевая аудитория находить вашу монографию соответственно будут ли ее цитировать будет ли расти ваш индекс хирша и СБН ББК это отдельное издание табличной формы называется библиотечная библиографическая классификация таблицы для массовых библиотеков национальная классификационная система печатных изданий которая принята экспертом международного общества по организации знаний это ISKO одна из крупнейших универсальных классификационных систем основана в основе ее лежат таблицы классификаторов и она определяет свою помощь определяются области знаний к которым относятся те или иные издания и строятся по иерархическому принципу соответственно основные разделы включают в себя общее междисциплинарное знание естественно прикладные общественные герметарные науки и литературу и универсальное содержание для тех кому необходимо расставлять индексы по ББК универсальная раскладка вот есть онлайн классификаторы которые помогают нам расставлять индексы я все раскидываю универсальная десятичная классификация то что называется УДК это тоже такой идентификатор классификационная система развитием тоже на основе таблиц развитием таблиц УДК занимается международной консульцией УДК так и называется который ведет работу по ее совершенствованию и следит за развитием науки и техники в основе УДК лежит переработанная десятичная классификация Дюни создана бельгийскими библиографами УДК используется для систематизации произведений печати а также периодических изданий поэтому иногда нас просят расставлять индекс УДК для статей которые мы публикуем в журналах и при организации картотек и различных документов в основном УДК используется в области научно-технической информации но также там содержится и классификатор для других отраслей науки поэтому иногда например для статей по вопросам социальной работы нас тоже просят расставлять индексы УДК классификатор онлайн классификатор для УДК тоже вам в чат на всякий случай кидаю если вдруг у кого-то возникнет необходимость расставлять этот индекс то есть они определяют место вашей монографии в системе библиотечных фондов баз данных библиографических для этого они нужны поэтому очень важно следить чтобы индекс соответствовал теме вашей монографии чтобы она попала именно в тот раздел где ее будет видеть ваша целевая аудитория читательская поэтому сначала определяем свою читательскую аудиторию это может повлиять на выбор нами знаком УДК и ББК самостоятельно присвоить индексы можно и некоторые издательства даже требуют это делать но в серьезных издательствах при подготовке книг обычно сами библиографы уже расставляют знаки но нам вот эти онлайн классификаторы пригодятся потому что не всегда мы можем быть согласны с поставленным знаком лучше проверять свой текст вы знаете гораздо лучше чем любой библиограф который с ним работает и даже редактор там могут быть нюансы которые известны только вам поэтому проверяйте пожалуйста авторский знак вот это М590 который здесь это тоже индекс классификатор такой своеобразный классификатор который определяет место вашей монографии в алфавитном каталоге или в картофитном состоит из первой буквы фамилии и или первой буквы первого слова заглавие вот если авторов больше трех кстати к вопросу об авторах количестве если авторов больше трех или они отсутствуют то ставится первая буква заглавия и двузначное число вот здесь трехзначные есть соответствующей начальным буквам этой фамилии или заглавия авторский знак приводит У нас есть специальные авторские таблицы под индексом ВБК и УДК приводится этот знак. Авторские таблицы Хапкины. На всякий случай, если захотите проверить свой авторский знак в публикации, сверейте с этими таблицами. Его еще называют Кеттеровский знак. Это один из элементов выходных сведений печатного издания. Идея авторского знака принадлежит американскому библиотеку ВИДу Чарльзу Кеттеру. Русский вариант знаменитой таблицы Хапкиной был введен в действие специалистов по библиотечному делу Любовь Борисовна Хапкина. В прошлом году авторским таблицам был юбилей и исполнилось 100 лет, аж с 1916 года. Если классификаторы ВБК и УДК определяют место монографии в библиотечном каталоге, в фондах библиотек, код ИСБН необходим для внесения монографии в международные каталогии и распространения не только в России, но и за рубежом. И международный стандартный книжный номер применяется у нас начиная с 1987 года. Формируется ИСБН в соответствии с ГОСТ Р7053-2007. Это издание, международный стандартный книжный номер использования и издательское оформление. Это уникальный номер книжного издания, который необходим для распространения вашей книги в торговых сетях и автоматизированной работы с изданием. Поэтому очень осторожно при выборе издательства, если вы выбираете для публикации своей монографии какое-то частное издательство, обещающее вам за 20 тысяч и опубликовать 100 экземпляров вашей книги и расставить все индексы и присвоить вам номер ИСБН, проверяйте, пожалуйста, по официальному сайту РКП, действительно ли занимается у нас распределением этих ИСБН Российская книжная палата и проверяйте, действительно ли это издательство имеет право на распространение этих номеров, присвоение ИСБН, в случае, так же как на рынке автотранспорта, к сожалению, перебитые номера, левые номера, торговли ИСБН, в случае такого мошенничества. К сожалению, это и есть, об этом нужно знать, поэтому лучше лишний раз перепроверить и убедиться, что ваша книга имеет действительно уникальный международный стандартный книжный номер, а не липу, с которой вы не продадите свою монографию, нигде она у вас регистрироваться не будет. Это весь такой момент, на это, пожалуйста, обращайте внимание. По структуре. Какие требования к структуре монографии предъявляются? Ну, если сказать так, в общих чертах, должно быть две большие части, два больших раздела. Собственно, само научное произведение, ваш текст и аппарат научной монографии. Научная монография – это и жанр, и издание. Структура очень похожа на структуры научных публикаций в периодических изданиях, которые мы на предыдущих вебинарах разбирали. Титульный лист, оборот, содержание, выводы. Вот единственное, что список использованных источников, помимо списка использованных источников, может использоваться еще библиографический список, библиографический указатель по теме или проблеме, которую вы рассматриваете в монографии. Это дополнительная литература, где еще, что еще можно найти по теме. И в этом случае библиографический список и список использованной литературы – это немножко разные вещи. Использование литературы – это то, что вы цитировали в своей монографии. А библиографический список может рассматриваться, если сказать проще, как список дополнительной литературы, что еще есть по этой теме. И очень большой расширенный аппарат может быть вспомогательных указателей. И обязательно должен быть в любую монографию, претендующую на солидности авторитета. На титульном листе указываются фамилии инициала автора обязательно, название, жанр, что это монография, сведения. О научном редакторе, если он есть на титульный лист, выносятся с обязательным указанием не только фамилии инициалов, но и ученые степени названия, если они присутствуют. Важная часть, поэтому, когда свою монографию публикуете, обращайте, пожалуйста, на это внимание. Проверьте титульный лист, все ли данные здесь точно есть. Они должны быть. Вот здесь указано издательство, которое издавало эту монографию. Иногда здесь может значиться данные издающей организации или издающих организаций. Поэтому, если вы издаёте монографию в какой-то организации, её нужно указать, она должна быть указана издательства. Оборот титульного листа тоже важная составляющая. Здесь он немножечко мелко приведён, но для нас вчитываться не обязательно. Для нас главное посмотреть основные структурные элементы, которые должны быть на обороте титульного листа обязательно для вашей монографии. Во-первых, сведения об авторе или об авторах. Если у нас будет несколько авторов, они будут перечислены все здесь. Обязательно должны быть указаны не только... Спасибо, Евгения Юрьевна. Вчера работал, только что, прежде чем давать вам ссылки, проверяю. Спасибо, что сообщили. По ссылке код ББК не работал. Посмотрю ещё раз. Попробую вам скинуть тогда ещё. Вчера нормально работал. Проблема на сайте, это бывает. Я проверю ещё раз, и в рассылке вам тогда скину проверенную ссылку с дополнительным таким бонусом. Посмотрю ещё, какие альтернативные ссылки есть, и тоже вам обязательно их пришлю. Бывает техника, есть техника, интернет иногда подводит. Так вот, обязательно должны быть учёные степени звания, должность по месту работы, если это научные преподавательские кадры. Обязательно должны быть приведены сведения о рецензентах. Монография обязательно должна иметь рецензентов с указанием всех регалий. Хотя некоторые издательства сейчас в своих требованиях сокращают вот это требование про регалии, так как считают, что авторы иногда путают, либо... Да, Ларис Петровна, действительно бывает. Иногда путают, либо указывают неверно, поэтому в паре издательств, издающих научные монографии, мне попалось такое в требованиях условий, что можно указывать просто рецензентов без дополнительных регалий. Но это, наверное, всё-таки неправильно. Лучше проверить и правильно почётные звания, членство в академиях наук и прочее указывать, а вот не опускать. Обязательно должна быть краткая аннотация. То, что приводится... Ну, библиографическое описание – это уже само собой. Анотация обязательно должна быть, как правило, пишет её автор. Это краткое изложение и содержание вашей монографии. Попалось мне такое определение, что такое аннотация. Такой своеобразный рекламный ролик. Мне понравился. Рекламный ролик вашего труда, текстовый. Её задача – заинтересовать потенциального читателя. Поэтому действительно элемент рекламы здесь присутствует. При написании аннотации старайтесь избегать любых аббревиатур и сокращений. Вот это не приветствуется. И обязательно в конце аннотации должен быть указан круг читателей, на которых рассчитана ваша труда. Вот она – читательская аудитория, целевая аудитория. Всё равно вам её формулировать придётся. Поэтому подумайте лучше об этом заранее. По-разному может быть сформулирована читательская аудитория. Исследование может быть интересно широкому кругу читателей, интересующихся такой-то проблемой, а также студентов высших учебных. Монография рассчитана на широкий круг специалистов, управленцев, аспирантов, обучающихся на экономических факультетах для магистрантов у специальности такой-то и такой-то. Вот это уже для монографии, которая, скорее всего, претендует или рекомендована в качестве учебного поосудия. Лучше прописывать в аннотации тоже. Для специалистов только такого-то уровня, только такого-то профиля. И тем самым вы сразу определяете конкретное назначение, целевое читательское назначение вашего труда. Также здесь еще должен присутствовать обязательно должны быть знаки защиты авторского права, знак охраны авторского права, которые включают в себя инициалы, фамилию автора или автора, год издания и издательство. Вот эти элементы обязательно должны быть на оттитульном листе. И вот обратите внимание, помните, мы говорили о ДК, ВБК, если с нашим авторским знаком все понятно, он коротенький и маленький, то вот здесь уже пошла классификация, пошла индексация. Посмотрите, какие длинные, вычитывать их сейчас не нужно. Просто обратите внимание, не две цифры, три цифры, а составные индексы. Вот индексы УДК и ВБК могут быть как простые, так и составные. В данном случае составной индекс. Сложный индекс. Это значит, что монография может относиться и относится к нескольким разделам, к нескольким темам. А соответственно, соответствующим образом будет в нужный отдел систематического каталога делаться руспись, формироваться библиографическая запись, описание. И во всех, из любого из этих отделов можно будет найти нашу монографию. Но вот составить вот этот индекс без помощи библиографа это достаточно сложно. Хотя основам можно научиться, можно разобраться в этих индексах. Если желание и потребность такая будет, в конце вебинара напишите, пожалуйста. Я вам скажу еще на эту тему, как можно эти основы приобрести, чтобы со мной хотели в этом ориентироваться. Но по оглавлению, содержанию, единственное требование, каждая рубрика в оглавлении должна быть точной копией в основном тексте, поэтому используйте элемент собираемого содержания. Автособираемое содержание, когда готовите публикацию в Орде, при любом изменении у вас автоматически в содержании вашей работы заголовки будут меняться автоматически. Вам не надо потом по всей монографии в ручной отправить. Если не знаете, как делать автособираемое содержание, афишировать в общий чат можно этого не делать, просто в вопросах поставьте АС, две буковки, что не знаю, как это делается, и я тогда просто в рассылке вам дам ссылочку, где это можно будет посмотреть. Кому интересно, возьмите. Предисловие и введение. Ой, Ирина Николаевна, можно было вопросы, но раз раскрылись, хорошо. Предисловие и введение – это ключ к изданию. Здесь, как правило, раскрываются значения темы, постановка проблемы, обзор состояния проблемы. Нерешенные, не освещенные проблемы и темы тоже здесь, в монографии, тоже здесь имеет смысл указывать, так как это сразу дает представление читателю, чего в этой книге точно нет. Особенности структуры вашего издания, как пользоваться нашей книгой, указываются источники, принципы отбора материала и более подробно, чем в аннотации, излагается читательский интерес издания. Ну и, как правило, здесь две части можно выделить. Это предисловие и введение. Иногда и то, и другое присутствует в книге, иногда по отдельности. Так вот, предисловие – это сопроводительная статья, в которой поясняются особенности содержания и построения произведения. В нем может быть изложено краткое содержание каждой главы. Очень часто предисловие, как правило, пишется рецензентом, редактором или известным специалистом в вашей области. А вот введение – это работа авторская, ее пишет автор, и введение уже является структурной частью основного текста издания. Вот в нем отмечается, в чем актуальность монографического исследования, перечисляются проблемы, исследуемые в монографии, какой-то обзор литературы дается на эту тему. Лучше, чтобы обе части у вас все-таки присутствовали. Но основная часть – это очень похожие требования на то, что мы рассматривали ранее, для периодических научных публикаций. Ну и заключение обязательно должно быть, краткие итоги, в выводах, единственное, что нумерация выводов не приветствует, не рекомендована, а вот библиографический список и список использованной литературы могут формироваться по-разному. Библиографические списки и списки литератора обязательно должны присутствовать во всех изданиях научных. Это ваше подтверждение достоверности излагаемого материала. Для монографии обязателен расширенный библиографический список литературы по исследуемой теме. И что он на основании каких ГОСТов, что он себя включает здесь, есть, и на основании каких ГОСТов может строиться ваш список использованной литературы. Библиографический список чаще всего ГОСТ-2003, а вот для списка использованных источников используются оба варианта. Чаще всего ГОСТ-2008. Ну понятно, оформлять ссылки и список источников лучше по одному ГОСТу, в научных публикациях это так и в основном принято. Ну вот вам пример. Оформление гиблиографии по ГОСТу 2008. Но попался мне и вот такой пример, где используется оформление по ГОСТ-2003 библиографического описания. Это тоже может быть. Поэтому оба эти ГОСТа держите на готове. и заключая, введя переговоры с издательством, поинтересуйтесь, по какому ГОСТу вам оформлять список использованной литературы. Вспомогательные указатели, обязательный элемент любой монографии составляются в том случае, в зависимости от того, насколько насыщено ваше издание фактами, терминами, именами и прочими деталями, будет зависеть, какие и сколько указателей у вас будет. Это часть научно-справочного аппарата монографии и помогает быстро узнавать все, что сообщено в одном или разных местах произведения об объекте справки, предмете, организации. Наиболее часто используемые типы указателей, вот они здесь представлены, помогают обеспечивать навигацию, информационный поиск, ориентироваться в тексте и пользоваться книгой. Предметные указатели очень часто применяются, его задача представить основные вопросы содержания издания. В состав указателей включаются понятия, которые имеются непосредственно в тексте, и те, которые установлены составителем согласно содержанию произведения. Отбор понятий для указателей – это одна из очень трудоемких задач. Занимает очень много времени, поэтому публикация хорошей монографии быстрой не будет, хотя бы даже в части оформления указателей. Вот вам пример содержания. Вроде бы не будет. Это средняя монография. И вот целых три указателя. Словарь терминов, географические указатели, именные указатели. Еще один пример. Монография «Фабрики мысли». Вот здесь только один указатель, но с разбивкой по странам. А вот так оно выглядит внутри. Где упоминаются в тексте, где упоминается вот это понятие «фабрика мысли», «фабрики мысли». И вот они здесь перечислены по странам. И вот посмотрите, количество страниц. То есть с каждой страницы это нужно выбрать, это нужно сфиксировать, потом нужно проверить, чтобы все было правильно и соответствовало в действительности. Это очень трудоемкая работа и ложиться на плечи авторского коллектива. В первую очередь, даже если это составление указателей и вам помогают сотрудники издательства, проверять все равно придется вам. Ошибки неизбежны. Коллективное или в соавторстве? Вот мы как раз подошли к вопросу о коллективной или индивидуальной монографии. От количества авторов в разных издательствах могут зависеть требования к объему вашего произведения на каждого автора. Вот, например, издательский дом «Научное обозрение» в коллективную монографию с авторским коллективом 5-6 авторов принимают материалы не менее двух печатных листов от одного автора. В другом издательстве, в коллективную, по-моему, «Юрлитэнформ», в коллективную монографию с авторским коллективом 3-4 автора на каждого автора должно приходиться не менее четырех печатных листов. Вот, Галина Агаповна, зависимость количества авторов от объема представляемого материала. Коллективная монография опять же, должна быть посвящена одной теме заголовки соответствовать теме монографии вне зависимости от того, сколько людей пишет, сколько людей, столько мнений, столько стилей. Стиль монографии должен быть единым. Чаще всего в этом случае в авторском коллективе выбирается один человек, который потом, перед тем, как отдать текст в редакцию, вносит вот эти стилистические правки. и чем больше авторов в коллективе, тем сложнее это делать. Но, как правило, такая участь ложится на плечи младших позваний. Если есть доктора, наук, профессора, авторитетные специалисты и аспиранты в одном коллективе, то, конечно, понятно, кто будет выполнять эту работу. Это очень тяжело, потому что у нас все стилистические правки, а мне приходилось такое работе заниматься. Приходится с каждым автором индивидуально решать вопросы, что править, что не править, как править, согласен, не согласен. Это очень трудоемкая работа, требующая недюжинных навыков коммуникационных, чтобы убедить человека, что именно вот здесь нужно поправить по стилю, не подходит, выбивается стиль его главы или параграфа из общего контекста. Это очень важно, так как для коллективных монографий разделы рукописи не должны быть разнородные, должны быть стянуты в одну проблематику. Иначе у вас получается совершенно другой вид издания, не монография, а сборник научных трудов. По объему монографии. Галина Агаповна спрашивает, величины, количество печатных листов где-то рекомендованы в документах. Да, они рекомендуются в документах и часто это прямо в требованиях издательств, на сайтах издательств, занимающихся научными монографиями, они это вывешивают. То есть, я не брала ни с потолка, это я просматривала и изучала требования различных издательств, занимающихся монографиями и вот оттуда эти данные брала. И в разных издательствах это могут быть совершенно разные цифры, поэтому на это нужно обращать внимание, внимательно читать требования. и по объемам. Да, вот, кстати, по коллективной монографии на обороте титульного листа обязательно в случае, если эта монография коллективная, помимо рецензентов научного редактора и всех кодов, подробно расписывается, кто какой автор со всеми званиями и должностями, над какой главой или какими параграфами работал. Это тоже нужно очень тщательно выверять, особенно если мы публикуем издание на условиях Руэлти, где определяется зависимость выплаты от вклада каждого автора, объема написанного труда. Вот это очень серьезный вопрос, здесь все должно быть очень четко и нужно проверять. По объему монографии в среднем рекомендуемый объем, такой единой цифры тоже не существует, но где-то от пяти печатных листов. Юрлит Информ объем монографии, требований к объему монографии не менее десяти печатных листов, прямо на своем сайте они приводят эти требования и переводят тут же формат А4, примерно 150-170 страниц формата А4 в соответствии с требованиями ГОСТ 760-2003. Материалы одного автора в коллективной монографии не менее одного печатного листа, в скобочках опять же дается пояснение, 16-17 листов формата А4. В издательстве Мир науки другое требование. Монографии объемом не менее пяти авторских листов и здесь они переводят уже не в страницы формата А4, а в авторские знаки, примерно 200 тысяч знаков с учетом пробега. То есть к вопросу о объемах читайте внимательно требования издательства. Они могут отличаться и порой значительно отличаться. Попадалось мне, что требования менее восьми печатных листов, между пятью и десятью. По ГОСТу 760-2003 объем монографии должен превышать пять печатных листов. То есть монография объема менее пяти печатных листов это уже не монография. При коллективных монографиях не менее одного печатного листа должно приходиться на автора. Вот это опять по вопросу о количестве авторов в монографии. Юлия Михайловна твердый знак это чего-то где-то было пропущено? Часть Юлии Михайловны если можно пояснить пожалуйста. Это про что? Но в научном сообществе иногда солидные считают монографии когда более двадцати двух печатных листов. как определить количество знаков мы используем вордовскую функцию статистика знаков с пробелами и подсчитываем объем ложного труда при коллективной монографии. Очень сильно объем будет зависеть от оформления. 14 или 12 шрифт какие поля какой интервал какое выравнивание какой абзацный отступ и так далее. Все это будет влиять на наши объемы на те требования объемов печатного листа которые предъявляют разные издательства. Именно поэтому они отличаются потому что разные требования к оформлению текста рукописи. Чаще всего используются вот такие варианты которые мне попадались по оформлению текста более конкретно нужно смотреть уже по требованиям именно того издательства в которое вы собираетесь вставать свою публикацию. Да, еще одно такой пункт не заканчивать текст параграфы или главы таблицей формулой или рисунком обязательно должен заканчиваться текстом. В нескольких требованиях издательств мне такой пункт попадался. На это наверное тоже стоит обращать внимание по оформлению текста и иллюстрации и названий. Вот для названия монографии так же как для статьи нежелательно использовать длинные фразы. Монография это не диссертация где мы можем использовать до 10-12 а то и более слов. Здесь допустима некоторая вольность в названии и даже желательно опять же зависит от вашей читательской аудитории. И рекомендуемый оптимальный такой размер названия публикации где-то 5-6 слов. Должно быть кратким, емким, ясным, понятным. Если требуется какое-то пояснение можно давать название крупным шрифтом а ниже более мелким шрифтом дать пояснение тогда у нас получается сложное заглавие получится то что пишется через точку в библиографическом описании. Вот это допустимо это можно. название самой монографии должно однозначно и точно характеризовать ее содержание. Поэтому здесь с названием тоже придется посидеть и подумать. Еще одно важное дополнение которое тоже встретилось в нескольких требованиях нескольких изданий если вы используете какое-то программное обеспечение помимо стандартных Microsoft средств обязательно указывайте и оговаривайте это лучше при начале работы с издательством не всегда это воспринимается потом при сдаче в печать набраны таким образом формулы составленной рисунки или таблицы на это тоже обращайте внимание чтобы потом не пришлось все лихорадочно переделать ссылки вот тоже интересно по оформлению ссылок в разных издательствах абсолютно разные виды ссылок используются мне встретилось требования когда все три типа ссылок по месту расположения в тексте в разных издательствах присутствовали и подстрочные и затекстовые и внутритекстовые на это тоже обращайте внимание ГОС-2008 нам в помощь там все эти три типа и правила их описания и образцы приводятся но как правило в одном издании как мы говорили принцип единообразие соблюдается и может присутствовать ссылки только одного типа рисунки очень часто просят высылать отдельными файлами пронумерованными причем рисунки таблицы нумеруются как правило отдельно таблица один рисунок один и сквозной нумерации по всему тексту чаще всего вот в данных форматах и просят присылать рисунки делайте их не мелкими делайте хорошего разрешения из большого маленького проще коментарии требования к оформлению комментариев в подавляющем большинстве случаев сносками подстроченные ссылки очень редко используются в монографических изданиях чаще всего затекстовые либо внутритекстовые потому что под строчник у нас уходит комментарии вот комментарии оформляются сносками вот пример не ссылки а сноск если мы сюда еще и наши внутритекстовые ссылки оформим подстрочными будет для текста места просто не оставить по рецензиям важный элемент любой монографии монография должна быть дополнена рецензиями причем есть требования не менее двух лиц с подтвержденным авторитетом в данной области вот те самые рецензенты которые указаны наоборот степенного листа рецензенты должны иметь ученую степень для авторов аспирантов и соискателей ученой степени эта степень рецензента должна быть доктора или кандидата наук допускается если вы соискатель или докторант или соискатель на степень доктора наук то рецензенты кандидата наук уже нежелательны рецензенты должны быть иметь ученую не просто иметь ученую степень но по научной специальности в рамках которой пишется монография это обязательно либо смежная специальность но связанная с темой вашей монографии причем желательно чтобы они работали в разных научных учреждениях если обязательно наличие внешних рецензентов если их не менее двух то один внутренний и один внешний либо оба внешних это нормально количество рецензентов у издания которое представляется грифу УМО не менее четырех два внешних два внутренних два внешних это представители другого образовательного учреждения либо авторитетные специалисты в этой области и два внутренних это профессора преподаватели внутреннего учебного высшего учебного заведения если издание не претендует на гриф УМО то количество рецензентов сокращается до двух хотя мне попадались издания монографические рекомендованные с грифом но у которых было три рецензента меньше трех не попадалось отступление от этого правила тоже есть но больше двух однозначно должно быть вот вам пример издания на гриф на рекомендованном в качестве учебного пособия для монографии которые рекомендованы в качестве учебного пособия рецензентов тоже должно быть три как минимум вот здесь мы как раз их три и видим по информации на рецензентах наверное мы сегодня с вами остановимся на рецензировании все основные моменты все основные моменты мы с вами разобрали требования к оформлению таблиц рисунков внутри текста к их размещению они практически не отличаются от требований к научным публикациям в периодических изданиях могут быть свои нюансы но общие принципы общие требования они сохраняются ну и напоследок еще раз титул и оборот титульного листа основные моменты на которые следует обращать внимание когда вы готовите свою монографию к публикации те моменты которые обязательно нужно проверять это индексация это авторский знак это наличие рецензентов нужного количества указаний если под редакцией то указание редактора если это авторская монография проверяйте все ли авторы все ли разделы главы которые они написали правильно приведены в этом перечисление наоборот стипильного листа проверяем библиографическое описание номер и СБМ и наличие знака копирайта технические моменты которые нужно проверять Ирина Николаевна спрашивает обязательно ли указывать в сведениях об авторах коллективной монографии помимо электронной почты мобильный телефон Ирина Николаевна это зависит от требования издательства мне попадалось и так и так это уже непосредственно самим издательством нужно оговаривать будут ли они смотря где это требование присутствует если это требование присутствует пришлите эти данные нам в издательство возможно это просто дополнительный способ контакта будут ли эти данные указываться на обороте титульного листа скорее всего нет но иногда скорее всего это для обратной связи просто надо в издательстве уже поинтересоваться нас для каких целей идет сбор этой информации фигурировали в здании не попадались мобильные телефоны на обороте титульного листа скорее всего это для внутренних внутренней работы издательства и контактов с авторами как требование к приему рукописи это может быть очень так же как мы указываем сведениях об авторах научной публикации периодическое издание мы там много чего указываем электронной почты мобильный телефон печати электронная почта еще идет мобильный потребовать могут это конкретным изданием попадалось пару раз на сайтов оформление заявки на подачу и так коллеги мы с вами добрались сегодня до завершения я благодарю вас за внимание основные пункты до сетла вектор не указывает я же говорю на обороте титульного листа мне это не не попадалось ни разу статьях в периодических изданиях научных публикациях иногда когда приводит сведения об авторе адрес электронной почты в некоторых изданиях ставится монография скорее всего это для каких-то внутренних коммуникаций с авторами со стороны издательства не волнуйтесь наоборот титульного листа точно не разместят коллеги мы с вами добрались до завершения нашей сегодняшней встречи и закончить мне хотелось бы прежде чем передам слово павлу юрьевич такой небольшой просьбой пожалуйста на последнем ирина николаевна это уже вопрос к издательству почему это сделано почему без согласования с вами и коллеги меня будет такая небольшая просьба на последнем слайде есть адрес моих электронной почты пожалуйста если есть какие-то темы которые мы ходе нашего цикла наших встреч не рассмотрели либо затронули остались какие-то вопросы которые вам хотелось бы более подробно узнать с индексации как расставлять индекс по у дк и ббк как осуществлять поиск информации когда мы пишем наши статьи или монографии либо еще что-то пожалуйста как какие-то еще вопросы пожалуйста на мой адрес электронной почты присылайте и скажу для чего мне это нужно во первых я не требую прямо здесь и сейчас можно подумать но для того чтобы дальнейшие встречи дальнейший запуск цикла был более практичен и актуален для вас пожалуйста какие-то актуальные вопросы мне сообщите чтобы сформировать программы дальнейших наших встреч и еще один вопрос на который вас попрошу ответить также мне на почту пожалуйста пришлите был бы вам интересен не просто вебинары где мы раз рассказываем рассматриваем а такой небольшой например blitz курс онлайн курс где мы все вот эти моменты о которых мы говорили на вебинарах могли бы проработать на практике где можно было бы научиться расставлять индексы работать с классификаторами и понимать осознавать как это делать было бы интересно научиться составлять и понимать и читать библиографические описания и ссылки если такая потребность есть тоже пожалуйста напишите мне на электронную почту тогда я подумаю не сделайте нам онлайн курс с тем чтобы помочь вам научиться это делать на практике делать это самостоятельно сергей вячеславов пишет предметный указатель делается легко как авто собираемое оглавление до соответствующая команда в mc word до проверить настроить и будет работать можно согласно спасибо сергей числа чего-то у нас уже кстати такой чем мне нравится не просто вебинары такой формат взаимодействия онлайн курсах кто-то узнает новые способы кто-то делится своим опытом всегда находятся какие-то новые решения и когда мы делаем это совместно это конечно гораздо лучше и быстрее алексей алексеевич учебные пособия учебники наверное все таки это не научные издания да нет это особый вид это особый вид мы сегодня говорили не об учебниках учебных пособиях но иногда монографии научные монографии могут быть рекомендованы в качестве иметь гриф уму и быть рекомендованы в качестве учебной литературы для изучения дисциплина особенно если это какая-то особая специфическая дисциплина по которой еще учебных пособий не написано но они не будут иметь статусы учебника или учебного пособия они будут все равно иметь статус монографии они просто могут быть рекомендованы спасибо за за комментарий алексей алексеевич да это действительно разные разные вещи итак коллеги всем большое спасибо на этом я заканчиваю вопрос предложение вам оставила сергей вячеславович напишите мне пожалуйста на электронную почту то что вы сейчас написали на чат я с вами сегодня обязательно свяжусь очень интересная тема спасибо коллеги но мне остается только поблагодарить всех пришедших на сегодняшний вебинар еще раз пригласить всех вас на наши вебинары которые регулярно проходят в каждую неделю примерно по от двух до четырех вебинаров у нас и особо поблагодарить татьяну нашего сегодняшнего спикера за такой интересный вебинар а я с вами прощаюсь до наших новых вебинаров приходите к нам будет интересно вебинар а я с вами прощаюсь до новых встреч на сегодняшний вебинар а я с вами прощаюсь до